Как компании подготовиться к кризису и пережить его? Изис – не повод ставить крест на бизнесе и позволять ему работать не в полную силу. Если грамотно разыграть все карты, то экономический спад позволит вам не просто выстоять, но и усилить бизнес, вывести его на новый уровень. В материале расскажу о самых распространенных ошибках, которые совершают предприниматели, чувствуя приближающийся кризис. Как повернуть ситуацию в свою пользу? Если появились тревожные звоночки, первая ошибка – делать вид, что ничего не происходит. Нельзя думать, что все рассосеться, стоит лишь ненадолго затянуть поясок. Это глупость. Сразу же обозначьте сотрудникам, что в условиях приближающей гася кризиса ваша компания живет в новой реальности. Учитывайте то, как меняется рынок и предпочтение ваших клиентов. Возможно, вам придется полностью перелопатить бизнес. При этом владелец не обязан погружаться в оперативку, но должен работать в несколько раз больше, чем обычно, выполняя именно обязанности владельца компании. Например, во время коронакризиса мы очень много перенесли в онлайн, но это было выполнение стратегической задачи, а не погружение в оперативку. Управление персоналом в кризис. В кризис не работают только откровенно плохо управляемые иерархии. Не стоит бояться этого слова, это просто обозначение того, что у каждого руководителя своя область ответственности, ведь они действительно могут на нее влиять, то есть эта область управляема. В трудные времена нужно закручивать гайки, требовать больше, укреплять дисциплину, то есть прикладывать больше усилий. А значит, нужно фокусироваться и концентрироваться. При этом жесткая иерархия не предусматривает какие-то проволочки. Это означает, что хорошие руководители могут быстро перестраивать работу своих сотрудников, менять и адаптировать стандарты. Систематизированные компании показывают себя гораздо лучше конкурентов, в чьих бизнесах нет порядка. Кадровая политика обязательно нужно производить апгрейд кадрового состава. Тех, кто только вышел на испытательный срок и пока полноценно не влился в команду, лучше сократить, особенно если их позиции были созданы на будущее и куззапасом, а также не повлияют на бизнес-процесс. Я категорически не согласен с тем, что люди – главный приоритет бизнеса. Это очень важно, но главный приоритет бизнеса – польза, которую он несет. И команда всегда важнее отдельного игрока. Поэтому, если кто-то из сотрудников начинает впадать в депрессию, злопопотреблять алкоголем, постоянно болеть, что негативно сказывается. На работе он становится слабым звеном. Кстати, некоторые руководители, которые хорошо справляются в мирное время, во время кризиса начинают буксовать. И если вы пустите это на самотек, то нанесете вред всем подчиненным. Продвижение в кризис в мирное время у компаний хорошо работают цепочки взаимодействия с клиентами, настроенные ранее. Но когда дело близится к кризису, они начинают работать менее эффективно. Именно поэтому важно регулировать работу отделений маркетинга и продаж. Ни в коем случае не экономить на рекламе. Ко мне обратился подписчик, рассказав о ситуации, которая сложилась в его бизнесе. У него онлайн-школа в узкой творческой нише изготовления цветов из фоамирана. Основной курс, который продают на вебинарии, стоит 6 тысяч рублей. Аудитория довольно холодная, ведь мало кто раньше слышал о таком виде рукоделия. Если до кризиса чистая прибыль доходила до 300 тысяч рублей, то во время компания стала уходить в минус. Давайте разберем на этом кейсе, почему именно продвижение может исправить ситуацию. Кейс подписчика целевая аудитория во время пандемии очень изменилась. До пандемии покупка осуществлялась при сочетании эмоциональных вау-цветочки. И рациональных факторов будет отличный подарок. А вот во время пандемии это соотношение очень резко качнуло в сторону рациональности. Эмоциональный фактор практически умер. И в данном случае стоит сменить ваши миссиоджи в маркетинге. Не стоит бросать идею цветов из фоамирана, считая, что она никому не нужна. Просто сместить угол с развлечения и творчества эмоционального на пользу, которую получают люди, причем пользу конкретную, сделай. Подарок своими руками оформить дом, ведь это в десятки раз дешевле, чем покупать. Средний чек в 6 тысячах рублях достаточно низкий. И до пандемии многие могли купить эту услугу просто из интереса импульсивно. Во время пандемии вероятность этого сократилась в десятки раз. При низком чеке компании становятся очень чувствительны к стоимости рекламы и продвижения. Но не нужно объявлять бизнес сдохшей лошадью, а лучше поискать какие-то рациональные аргументы. Например, как продукт сможет улучшить быт, снизить расходы, стать дополнительным заработком на дому. Главное – не сдаваться раньше времени. Еще во время кризиса можно связаться с теми, кто был в воронках продаж и интересовался услугами, но не купил продукт, провести опросы. Если найти правильные кнопки, то можно грамотно провести увеличение стоимости и при этом остаться при клиентах. На чем действительно стоит экономить? Экономить нужно на всем, кроме рекламы. Мы сокращали офисы. До коронакризиса у нас в Киеве был просто потрясающий офис. Там была небольшая избыточность, но в целом он был нам в пору. Во время пандемии мы очень много сотрудников перевели на удаленку, а потому такое огромное помещение стало нам не нужно. Мы обнаружили, что большая часть персонала может работать удаленно на постоянной основе и что такой большой офис нам не нужен. Вы должны помнить, что забота о людях строится на заботе о компании, ее будущем и развитии. Во время кризиса нужна высокая степень разумности и низкая степень чувствительности.